Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК-форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. Снова в студии с вами Алексей Лукацкий. У нас свежевыжатый подкаст, приуроченный к грядущему СОК-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. И у меня в гостях Андрей Дугин, начальник отдела обеспечения информационной безопасности компании МТС. Приветствую, Андрей. Приветствую, Алексей. Приветствую, коллеги. Андрей, мы сегодня говорим про соки, и мне хотелось бы задать тебе ряд вопросов относительно специфики сока в операторе связи. Вообще, в чем особенности сока у оператора мобильной связи и не только мобильной связи? Вот есть они по сравнению с чем-то другим? Вообще, у вас СОК заточен на внутрикорпоративную историю, либо он мониторит клиентов в том числе? СОК у оператора связи, конечно, есть ряд нюансов, которые он имеет отличительные. Но в целом, если посмотреть на инфраструктуру пользовательских рабочих мест и большей части серверов, они во многом похожи на практически все остальное. Естественно, есть некая часть технологическая, которая предоставляет абонентам связь, есть та технологическая часть, которая предоставляет абонентам фиксированной сети, магистральной сети связь. Там есть свои особенности. Мы не только мониторим свою собственную инфраструктуру и свои станции, сервера, бизнес-процессы. У нас есть клиенты как для группы компаний, так и совершенно внешние коммерческие клиенты. То есть, мы являемся и внутренним СОКом, и коммерческим. И мы выросли из корпоративного СОКа, поняли, что нарастили большую экспертизу и можем ее коммерциализировать. А смотри, вот если я... Вот я клиент МТС. У меня есть там контракт на мобильную связь, у меня есть контракт спутниковое телевидение и так далее, и так далее. Вот если я как физлицо захочу, чтобы меня МТС мониторил с точки зрения безопасности, это реально? Либо вы мониторите юрлиц как клиентов, а вот с физлицами пока эта тема отдельная. Ну, такой акции, что купи сим-карту СОК бесплатно у нас нету и вряд ли будет, поскольку СОК – это больше корпоративная история. То есть, ты как абонент можешь пользоваться некоторыми услугами безопасности, которые именно заточены под абонентом, как, например, потоковый антивирус и тому подобное. Да, то есть, у нас такие услуги есть, но это не услуги СОК. СОК – это услуги в корпоративном секторе. Вот смотри, МТС же – это некая экосистема. То есть, у вас есть спутники, у вас есть телевидение свое, у вас есть маркетплейсы, и даже банк – это все один СОК? Или это разные СОКи? Ну, наверное, в банке, может быть, свой СОК есть, он-то из банки, а вот в остальных элементах экосистемы? Нету смысла СОКи плодить, поскольку СОК – это вещь довольно недешевая, и учитывая дефицит специалистов и стоимость оборудования, и стоимость лицензии, каждый держать свой СОК не сможет, поэтому СОК для экосистемы единый. А вообще, насколько есть специфика в мониторинге экосистемы? То есть, поскольку это же разные юрлицы, как правило, то здесь же, наверное, достаточно много внимания должно уделяться именно договорной части, что какое-то ваше юрлицо. Даже если это ваше, оно все равно отдельно доверяет вам, поручает проводить мониторинг их инфраструктуры. Вот есть здесь нюансы, или как бы это не тема СОК, а это пусть занимаются корп-юристы, и это их проблема? Нет, ну если вопрос на тему того, что наши специалисты имеют доступ к некой информации, могут получить доступ к той информации, которая составляет коммерческую тайну, либо что-то еще, это все оговаривается, соответственно, в договорах подписывается, что мы обрабатываем только ту информацию, которая нужна, есть соответствующие соглашения о неразглашении и тому подобное. А с точки зрения доступа к чужой инфраструктуре, то есть, к оборудованию и так далее, вы же сотрудники другой компании, получаете доступ к оборудованию? То есть, по сути своей, вы выступаете как аутсорсинговый СОК для компании-экосистемы. То есть, SLA они какие-то прописываются, или это все, опять же, на доверии, поскольку вы одна большая дружная семья? Получение доступа к инфраструктуре происходит только в том случае, если клиент хочет, чтобы аутсорсили администрирование его, например, средства защиты информации, тоже мы. В большинстве случаев клиент не дает доступа на управление, ну максимум на мониторинг, он нам дает события, потому что если он даст права на изменение конфигурации своего оборудования, он понимает, что в этом случае он, по сути, теряет некую часть контроля. Сейчас клиенты, ну по крайней мере в России, большая часть не готова хоть какую-то часть контроля терять, и поэтому СОК в большинстве случаев нужен для того, чтобы ребята принимали события, их обрабатывали, мониторили, мгновенно говорили о том, что тут у вас что-то произошло, соответственно, делайте вот так, вот тогда будет все хорошо. И клиент уже отрабатывает те плейбуки. Если же мы клиенту оказываем услуги с аутсорсинговой частью по эксплуатации средств защиты и тому подобное, то в этом случае, конечно же, прописывается SLA, потому что клиент понимает, что доверие – это, конечно, хорошо. Тут в этом плане, когда мы являемся частью единой большой семьи, скажем так, это неформальное подкрепление того, что все равно есть в юридических договорах. То есть, мы понимаем, что если вдруг какая-то проблема у кого-то из членов семьи, это все равно общая проблема. С точки зрения респонза, то есть, если доступа вам не дают, получается, что СОК выполняет только функцию чистого мониторинга, и если вы детектите какую-то проблему, то, по сути, вы даете заказчику некие рекомендации. Сделай раз, два, три, чтобы нивелировать выявленный нами инцидент или закрыть тот же самый руткейс в случае незакрытой дырки. Так оно? Но в большинстве случаев оно так и происходит. И получается, что заказчик отдает вам именно мониторинг, но он не может, например, даже не то, что целиком, а сильно сократить свой персонал. Потому, что все равно кто-то должен руками выполнять ваши рекомендации. В зависимости от того, чем клиент располагает. То есть, если у клиента относительно небольшая инфраструктура и все действия, которые касаются изменения того или иного, выполняют специалисты IT, то в этом случае он получает наши рекомендации и у него есть админресурс внутри компании для того, чтобы воздействовать на подразделение IT. То есть, для этого получается со стороны клиента достаточно одного человека-координатора со стороны информационной безопасности, который принимает рекомендации от сок, который с соком вырабатывает, говорит, тут мне с такой-то скоростью их шлете, в таком-то объеме, с такой-то понятностью и так далее. И я уже это потом быстренько заставляю своих айтишников выполнить при необходимости. Хорошо. А вот возвращаясь к теме сока, который и для себя, и для внешних клиентов. Это сок, вот он один или это как бы два разделенных сока? Там две инфраструктуры разные с точки зрения хранения данных, инцидентов, две группы аналитиков, может быть, два разных помещения. Одно обычное рабочее, а другое красивое, куда можно провести клиента и показать, вот здесь мы работаем с вашими инцидентами. У нас сок территориально распределенный, то есть, у нас есть и в Краснодаре специалисты сок, и в Москве, которые, собственно, работают по задачам сок. Ну, и, конечно же, есть помещение с большими мониторами, куда можно вывести красивые системы. А, то есть, есть у вас такое? Да, такое помещение, конечно же, есть. Потому что мы общались в рамках подкаста с рядом коллег, они говорят, у нас нет такого помещения, у нас все чисто для работы, и помещение оно не нужно. Ну, вот, потому что другие говорят, что нет, а нам нужна картинка, потому что мы продаем эту идею либо заказчику, либо своему руководству, они любят красивые плазмы, чтобы все это мигало, там красное, зеленое, и была видна некая работа. То есть, это, наверное, такой месседж, правильный с точки зрения продажи концепции сока внутри. Но вот если вернуться к вопросу о базе инцидентов, она единая и для клиентов, и для экосистемы МТС, или все-таки они разносятся по разным базам? Нет, это у нас все-таки внутренние и коммерческие соки разносятся по разным базам, потому что там идут разные процессы подключения, разные процессы согласования тех или иных действий, потому что то, что у нас внутри по одним правилам выполняется с клиентом, может работать совершенно по-другому, и в зависимости от каждого клиента по-разному. А аналитики – это одни и те же, или разные тоже? Аналитики у нас в основном разные, но, тем не менее, есть специалисты высококвалифицированные, которых подключают к решению задач как по коммерческой части, так и по корпоративной. Ну, то есть, если так очень грубо, то или один, они разные, а там или два, или три, они могут работать и там, и там, в зависимости от задачи. Ну, можно и так сказать, да. А с точки зрения технологического стэка, он тоже разный для вот этих двух направлений? Свой, внутренний и коммерциализированный сок, или это единый стэк? Технологический стэк тоже разный, потому что, например, работы, ну, как я уже говорил, работы и влияние на сервис внутри компании согласовываются по одним правилам, там, с внутренними подразделениями, с клиентами, по-разному. Если это все объединить в одно, это, получается, любые действия, какие бы то ни было, нужно согласовывать абсолютно со всеми, и очень сильно усложнит работу по поддержке, развитию этих систем. А если не секрет, то какие это стэки? На базе кого они сделаны? В смысле, на базе каких коммерческих решений? Ну, коммерческих, или опенсорсных, или там самописных. В общем, я не буду сейчас называть вендоров, но они мне не доплачивали. Поэтому скажу так, значит, CM-ы у нас коммерческие, коммерческие разные. Отечные и зарубежные? Ну, скажем так, разные есть. А, ну, то есть, и отечные, и зарубежные. Сделаю вывод. Значит, коммерческие решения у нас используются, также используются где-то опенсорсные, в том случае, когда коммерческие решения у нас могут, ну, скажем так, быть слишком дорогими. И даже в некоторых случаях у нас используются абсолютно полностью самописные решения, потому что когда-то мы столкнулись с проблемой, что на наших масштабах для анализа конфигурации активного сетевого оборудования купить что-то, чтобы там несколько сотен тысяч проживало и выдало нам необходимые рекомендации, это нам было бы нереально дорого. И мы разработали под некий узкий, конечно, спектр задач, но которые занимают 80%, вот именно, которые закрывают 80% наших потребностей. И вот мы разработали прям полностью свое решение. Ага. А вот эти разработчики, они там в штате Сока сидят, в штате ИБ, или это просто приглашенные разработчики, которые сделали свое дело и отвалили? У нас, значит, вот если мы говорим именно о системе анализа безопасности активного сетевого оборудования, это в штате ИБ из нашей команды люди. Если мы говорим о каких-то других, то есть, есть еще другие вещи, которые мы тоже пишем самостоятельно. Здесь у нас, скажем так, это люди приглашенные, но они тоже из группы компаний, то есть, есть МТС Диджитал, которые специализируются на создании программного обеспечения. И когда нужно выполнять какие-то подобного плана решения, мы их привлекаем, ребята нам разрабатывают, красиво, с удовлетворением всех необходимых наших требований. Ну вот смотри, интересно получается, у нас уже были подкасты с представителями разных компаний, и Яндекс.Банк, и Тинькофф, и лаборатория Касперского, и вот ты, все как бы упоминают, что всегда есть своя разработка, то есть, доработки чего-то, скрипты и так далее, кто-то там машинное обучение пилит своей модельке и так далее, и так далее. Получается, что сегодня SOC невозможно реализовать без наличия в команде своих разработчиков. Всегда надо что-то допиливать, и вот построить, наверное, целиком на базе коммерческого стека, будь то там CMA, RP, TIP и так далее, систему невозможно. Или все-таки это не так, и, наверное, для каких-то задач вот этого набора из коммерческих решений, которые там через API взаимодействуют с друг другом, может быть достаточно, и своих разработчиков иметь не надо. Я думаю, что если мы возьмем некую теоретическую ситуацию, когда у SOC есть довольно неограниченный бюджет, можно сделать все на коммерческих решениях. Но во сколько это обойдется, и насколько дешевле и быстрее, что самое главное, будет сделать что-то свое, это уже частный вопрос каждого случая. Плюс у коммерческих решений есть еще один минус, кроме стоимости, это то, что какой-нибудь крупный гигантский вендор не будет слишком быстро кастомизировать решение под какого-нибудь, но даже крупного, но российского игрока, российского заказчика, который, по сути, в глобальном масштабе занимает какую-то долю процента от его выручки. В то время как опенсорсы или решение собственной работки можно очень спокойно допилить. А как тогда бороться с риском ухода вот этих держателей экспертизы, которые разработали этот код, знают, что внутри, и больше кроме них никто не знает. Пришел какой-нибудь крупный зеленый банк, предложил зарплату в два конца, схантил, и все, мы потеряли экспертизу. Вот как вы боретесь с этой проблемой? С удержанием вообще персонала в соке, который является носителем достаточно больших ценных знаний? Во-первых, хранить все просто в голове. В одной, даже если нет риска, что этот человек уйдет, это тоже нехорошо, потому что человек должен отдыхать. И поэтому наши специалисты, когда что-то делают, что может быть полезно всем, они это документируют. То же самое с разработкой. Весь код хранится у нас. Все комментарии к коду, документацию тоже пишем мы. И поэтому кое-чего остается. Даже если человек в отпуске и нужно что-то сделать, разобраться, он описывает где-то инструкции, где-то какую-то еще документацию. А вообще есть проблема с хантингом аналитиков СОКа, вообще специалистов СОКа в другие компании? В смысле с переманиванием? Переманивают, да. Ну, проблема, конечно, такая есть. Да, бывает, переманивают не без этого. Чем мы, скажем так, удерживаем наших специалистов СОКа? Ну, это, во-первых, понятное дело, что при условии заработной платы, которая его устраивает, человека интересует, ну, прям та работа, которая его развивает, где ему интересно. Потому что даже если там человеку заплатить в несколько раз выше, чем ему нужно, но при этом его заставлять заниматься исключительно какой-то глупой работой, ну, со временем он ипотеку выплатит и уйдет, скажет, все, теперь я уже богат. Я пойду куда-нибудь, где мне интересно, и уже буду чисто за идеей там работать. Поэтому интересная работа, на мой взгляд, и некий такой драйвинг со стороны мелкого менеджмента типа меня, то есть какие-то идеи, чтобы продвигать, чтобы эти идеи потом реализовывать, вот это нужно. А по поводу технологий, с которыми работать у нас в компании, вот в этом плане я сейчас могу с большой уверенностью заявить, что там невозможно сказать, что я изучил все, или даже я изучил все в каком-то одном направлении. Там все равно есть еще что копать. И набор технологий настолько широкий и настолько интересный у нас, что если даже одно направление надоело, то, пожалуйста, там десяток найдется. Смотри, Андрей, тут еще достаточно популярная тема, примитивно к операторам связи, что сок можно объединять с ноком. Тем более, что у любого оператора нок должен быть, и он есть, и он работает круглосуточно. Почему бы на него не навесить вот эти еще полшишечки security функций и не городить дополнительный бюджет на сок? Твое видение вообще сок и нок могут объединяться, или все-таки это две разные совершенно функции, они должны быть в разных совершенно подчинениях, и не должны между собой объединяться, хотя понятное дело, что информация не обменивается. Я считаю, что их объединять, ну, это решение не самое правильное, поскольку задачи нока – это, собственно, мониторинг доступности и поддержание сети в работоспособном состоянии, а задачи сока – это мониторинг безопасности. Конечно же, учитывая то, что конфиденциальная целостность, доступность – это составляющая информационной безопасности, есть области пересечения. И, конечно же, сок и нок должны обмениваться информацией, потому что, например, та же DDoS-атака, она влияет не только на сок, что сок там что-то видит, что не секьюрно, но и нок понимает, что тут какая-то проблема у них с доступностью возникает. Предположим, те же какие-то, возможно, нарушения безопасности менеджмент-плей на активного сетевого оборудования, которые у сока выстреливают как инцидент безопасности, они еще не выстрелили у нока как инцидент доступности, потому что там просто кто-то пытается похачить оборудование. Но нок должен быстренько отработать этот инцидент для того, чтобы не возникло инцидента по доступности. Как, кстати, вот в таких вариантах и с DDoS-ом, и изменение прошивки сетевого оборудования активного. Изменение прошивки – это уже слишком жесткий случай. То есть, я говорю, изменение прошивки – это уже совсем хана. Я говорю просто сама по себе даже попытка… Вот мы видим, попытка коннекта к менеджмент-плейну с белых айпишников – это значит что? Значит, либо не навешан, либо не сработал VTACL. Поэтому пока там этот нехороший человек что-то перебирает, быстренько взяли, там, аксесс-лист навесили, все, и он уже даже пароль не успел подобрать. Ну, хорошо, тогда вернемся к DDoS-у. Вот как разруливается этот инцидент между соком и ноком? То есть, кто является владельцем этого инцидента? Или это два владельца, каждый из которых пытается свой набор задач с DDoS-ом решить? В большинстве случаев это делается следующим образом. Видно, что идет DDoS-атака на какой-то ресурс. Но ресурсы ресурсу рознь. То есть, какой-то ресурс, может быть, помрет от 100-200 мегабит. Какому-то ресурсу и 3 гигабита он не почувствует. Поэтому, если видна какая-то DDoS-атака владельцу ресурса, дорогой, там, кажись, с тебя чего-то это. Ты как? Он говорит, да, я тут маркетинговую акцию запустил, это нормально, этот народ пошел просто. Сейчас потихонечку выровняется. Да, все хорошо. Либо, ой, ребят, да, проблема. Ну, хорошо, заруливаем через центры очистки. Полегчало? Полегчало, спасибо. Ну, где-то так происходит. А вот скажи, ты упомянул, что у вас есть люди в Москве, в Краснодаре. А как вообще вы справляетесь с территориальной распределенностью в рамках всей страны? То есть, у вас вот только Москва, Краснодар, или есть еще точки присутствия сока, где-то во Владике, в Омске, в каком-нибудь Калининграде? Как охватить все 9-часовых поясов, которые есть в России, одним соком? Скажем так, прямо крупные точки присутствия у нас – это Москва и Краснодар. По некоторым региональным вопросам у нас практически в каждом регионе есть свой представитель, которому, если что, можно делегировать вопросы информационной безопасности. А с точки зрения того, что все, даже там не 9, а получается вроде 11 часовых поясов, которые в России охватывают, у нас ребята 24 на 7 работают. То есть, в случае чего сменный инженер увидит сработавший инцидент, проведет первичную диагностику, что, где как поймет, кому этот инцидент передавать для устранения, ну, и свяжется с соответствующим специалистом. Поэтому в плане того, что увидеть то, что происходит в любой момент времени – это мы увидим. В плане того, чтобы где-то что-то на местах решить – есть люди, которым можно подобные задачи делегировать. То есть, вы не движетесь в сторону, вот как бывает иногда, что СОК создает площадки, грубо говоря, макрорегион, который закрывает там несколько, или там один федеральный округ, и, соответственно, он закрывает там несколько часовых поясов. И потом где-то есть головной СОК, который сводит на себя все. У вас такой концепции архитектуры нет, и пока устраивает то, что все сводится в Москву, грубо говоря, ну, в Краснодар. Ну, скажем так, это я не хотел бы сейчас анонсировать. Я предпочел бы, чтобы это из пресс-релиза узнали. Хорошо, тогда я разовью мысль. МТС – это же не только Россия, это еще куча дочерних предприятий, которые там Узбекистан, ну, и не говоря уже, наверное, про какие-нибудь дальние зарубежья. Вот как осуществляется мониторинг зарубежных компаний, входящих в группу МТС? Если мы сейчас говорим об операторах связи зарубежных, то у каждого оператора в стране присутствия своя регуляторика. И у многих эта регуляторика может не позволять отдавать информационную безопасность инциденту их куда-то. И в этом случае, собственно, операторы связи зарубежные обеспечивают свою безопасность самостоятельно. Мы в этом случае им помогаем методически, то есть рассказываем, что как можно сделать, помогаем с выбором ПО, при необходимости обучаем специалистов и так далее. Ну, то есть, вот, например, в подкасте с Сергеем Солдатовым из лаборатории Касперска он говорил, что у них как бы мониторинг единый из Москвы всего, всех заказчиков, которые есть и в Америке, и в Европе, и в Азии. Сырые данные в соответствии с законодательством хранятся там американские в Амазоне и в Америке, по GDPR в европейском ЦОДе, там российские в России. А инцидент-респонс, база, у них, АРП, находится одна, куда сводятся вся там именно тикеты и заявки, и карточки инцидентов в одну. То есть у вас такого нет, у вас каждое там дочернее предприятие, входящее в группу, имеет там, грубо говоря, свой мини-сок, а вы осуществляете методическую поддержку и обеспечение их всех. Просто, вероятно, Сергей говорил о тех заказчиках, которые не настолько мощно регулируются, как телекоммуникационная отрасль. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, стоило бы у Сергея спросить, но я думаю, что у них, скорее всего, клиентов, операторов из-за границы, наверное, нет. Потому, что если есть, то мне самому было бы интересно узнать эти регуляторные аспекты. То есть клиента, например, который, скажем так, который не слишком зарегулирован, кроме неких общих законов, там, GDPR и прочее, без проблем можно подключить. Главное что? Чтобы была IP-связность, чтобы была возможность соединить его точку с нашей точкой, и дальше без проблем работаем. То есть, если, например, происходит какой-то такой массированный инцидент с переходом из оператора к оператору, то вот как расследовать такого рода инциденты, когда это там разные юрисдикции? Вот кто является главным в расследовании этого инцидента, затрагивающий сразу несколько ваших дочерних предприятий? Ну, такого инцидента, который бы затронул наши дочерние предприятия сразу в нескольких странах, у нас такого инцидента не было, но в этом случае что выполняется? Когда какой-то подобный инцидент фиксируется, мы обнаруживаем, что да, есть такие признаки атаки, которые проводятся там так-то, так-то, ведется информационная рассылка. Коллеги, вот такая ситуация, от этого можно защититься таким-то, таким-то образом. И дальше уже, соответственно, каждый говорит, мы это все сделали, до нас и не добрались. Ну, не добрались хорошо, мы это сделали, мы отбились. Хорошо, а вот скажи, у банкиров, когда обсуждаешь с ними тему соков, всегда возникает вопрос, объединяют ли они тему классическую, мониторинг кибербезопасности, с мониторингом мошенничества и фрода. Вот в случае с оператором связи, что же тема фрода, она достаточно значимая? Вот она попадает в сок к вам, или это совершенно отдельное подразделение, которое вот занимается именно фродом, и вы не перемешиваете друг друга. У нас это отдельное подразделение. То есть, да, есть некоторые задачи, которые у нас пересекаются, но в основном вот именно по своим основным бизнес-процессам, как мониторинг кибербезопасности и мониторинг каких-то потенциальных мошеннических действий, мы практически не пересекаемся. А вот если, например, такая ситуация, взлом SS7, такая СЕМЬ, там вмешательства, какие-нибудь несанкционированные СМС-рассылки, это тема СОКа или это тема фродовцев, пусть это они и занимаются? Не, ну если мы говорим именно о взломе, потенциальном взломе, потому что есть же соответствующие средства, которые этого защищают, SS7, то это часть СОКа. СОКа, не антифрода, естественно. Ну, были такие вот там инциденты, с которыми приходилось работать, или это пока такая гипотетическая история, там есть юзкейс, есть плейбуки, но работать по ним не приходилось, потому что выстроена там некая защита, которая не позволяет никому извне залезть в SS7. Последние несколько лет, я не припоминаю таких случаев. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sokdefizforum.ru Количество мест ограничено. Коллеги, я вот буквально только что услышал интересный слоган. Он звучит как «Услышать, увидеть, воплотить». И это слоган СОК-форума. Приходите, должно быть интересно. Скажи, Андрей, вот история с 5G, о которой все говорят, и есть уже пилоты, и пытаются внедрять это, в том числе и в России. Здесь есть нюансы, связанные с мониторингом. Потому что в отличие от, наверное, сетей LTE и 3G, где есть одно ядро, у 5G это, по сути своей, куча ядер, это слайсинг полноценный, у меня переносится обработка, вычислительная ближе к клиенту, и так далее. Вот здесь есть особенности мониторинга с точки зрения СОКа? Или, опять же, пока говорить о массовом внедрении 5G не приходится, и с точки зрения мониторинга, ну, наверное, тоже пока не закладываетесь на эту тему? На данный момент по поводу 5G, поскольку это у нас только некоторые тестовые центры, да, есть понимание, что это привнесет нам, скажем так, немножко больше работы, ну, как немножко, прям нормально, за счет переноса обработки ближе к клиенту, и в этом случае те меры безопасности, которые мы сейчас применяем к центральному сетевому оборудованию, меры по обеспечению безопасности, по контролю compliance конфигурации, по мониторингу тех или иных действий, мы это применяем у себя на ядре, и вот эти меры придется распространить чуть дальше, то есть таким образом, охватив больше элементов, чем есть сейчас. Если развить эту тему, смотри, ведь в отличие от 4G, там и 3, где многие вещи реализованы на уровне железа, 5G это в основном виртуализированные функции, и много там вещей сделано на уровне софта. Софт причем от разных вендоров. И вот мониторинг вообще дефопса как такового, всякие вещи, дырки, найденные внутри кода, это тема сока, или это отдельно, это вот в рамках там всех дефопса, ребята что-то пилят, састы, дасты, натравляют на код, анализируют, устраняют, и в сок это не ложится в принципе. Если мы возьмем какой-нибудь идеальный мир, в котором разрабатывается, когда софт, он проверяется на безопасность, и дырки устраняются, и впрот он выходит уже без этих дырок, и единственное там, что получается, это какие-то уязвимости, которые находят уже потом, ну, либо какие-то мисконфигурейшны, то в этом случае, по сути, все сводится к тому, что сок должен увидеть возможные попытки реализации этих уязвимостей, либо мисконфигурейшны, и передать уже разработчикам, либо эксплуатирующей команде, задачу на либо там разработку, установку патча, либо реконфигурацию. Если мы снимаем налет идеальности с этого мира, мы понимаем, что ну далеко не каждый релиз софта будет проходить проверку кода и все устранения, потому что у многих разработчиков по всему миру главное что? Главное быстрее, 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 потому что конкурент не дремлетает быстрее и будет потеряна часть стрелинга. То за счет этого получается, что некоторые действительно моменты, которые сок уже на своем этапе мониторинга того, как оно работает и как его эксплуатируют, которые он видит, ему приходится передавать, но эти дыры уже просто на порядок шире, на порядок больше, и они частенько залатываются на порядок дольше. Приходится вот те же технологии, виртуал патчинг, если бы был идеальный мир, то они бы и не нужны были, потому что виртуал патчинг, он бы, ну не то, чтобы не нужны были, но они были бы на несколько порядков менее востребованы. Если взять, опять же, гипотетическую ситуацию, разработчики написали новую версию софта, новый релиз, но они понимают, они запропустили его через Састы-дасты, и они понимают, что они в рамках своего спринта не успевают устранить выявленные уязвимости. И они принимают этот риск и говорят, ладно, выпускаем релиз как есть, в следующей версии устраним. Достаточно типичная ситуация. Вот они должны сообщить в СОК, что, ребята, вот у нас есть дыра, которую мы не устранили. Вот сделайте какой-нибудь юзкейс для того, чтобы мониторить возможное использование этой дыры. Или они живут в своем мерке и в СОК не сообщают, и не должны сообщать об этом. Вот это тоже картина близка к идеальной, потому что если разрабы сделали что-то, и они видят, что там есть какая-то серьезная дырка, и они понимают, как эта дырка может быть проэксплуатирована, и сообщают нам, и это прямо отлично. Потому что в некоторых случаях подобные вещи проверяются, ну как, сначала создан софт, выкачан, и в лучшем случае проверяется сканером. Потом исследуется, а что же можно в этом случае сделать, если это веб-приложение, которое за веб-аппликейшн фаерволом. Ну там, в принципе, понятно, можно на веб-аппликейшн фаерволе нарисовать определенные правила, которые именно эту дырку залатают. Такие случаи происходят, ну, крайне редко. Вот на моей памяти их было там единицы, что прямо так происходило. Но если так происходит, то мы даже рады, потому что мы понимаем, что ребята осознают. Скажи, у вашего СОКа, который предоставляет услуги клиентам, есть лицензия в стековской? Конечно. Вот ты так говоришь, конечно, потому что не у всех есть лицензия в стеках. И отсюда возникает второй вопрос. Когда была пандемия в течение года-полутора, сотрудники СОКа работали в офисе или работали на удаленке? Большую часть мы вывели на удаленку. Часть сотрудников все-таки ходили в офис, но большая часть была на удаленке. При этом мы старались, чтобы сотрудники, которые работают круглосуточно, приходили в офис, но чтобы они не отвлекались. Дома заснуть проще, чем на работе. Это факт. Но их же можно мониторить, там метрики вводить, сколько времени они реагируют на инциденты по разным типам инцидентам, когда успевают брать их. Это понятно, но тем не менее, да, можно мониторить, а потом разбираться. На это тратить еще ресурсы. А можно просто определить, что ну давайте так, ребята, нужно приезжать и смотреть. Понятно, что когда пандемия лютовала, когда вводились всяческие ограничительные меры, тоже не каждый сотрудник смены даже выходил, выезжал на работу. В основном мы смотрели, кто на личном транспорте приезжает. Ну тогда этот сотрудник в первую очередь. Если же сотрудник не может добираться, у него там еще маленькие дети, но он при этом говорит, я вот дома буду гарантированно все выполнять, ему объясняется, что как бы дома, ты хоть и дома, но ты на работе. Понимают люди, работают нормально. Вот честно говоря, за тот период, когда нас выводили на удаленку, нашей команде удалось реализовать несколько проектов, причем с теми командами, с которыми мы вообще ни разу не виделись. Благо всякие средства совместной работы на данный момент это позволяют. Конечно, потом, после того, как все ограничения снялись, и мы начали периодически с ребятами видеться, ездить одни к другим, это более интересно, более продуктивно, но с пандемией я считаю, что мы вполне себе справились. А скажи, вот такой вопрос, отчасти не простой, отчасти может быть и простой. Согласно требованиям того же самого ВСТЭКа, если наступить на больную мозоль с этой регуляторикой, компания, предоставляющая услуги лицензирования, не может делать это удаленно и должна делать это по месту, собственно, которое прописано в лицензии. А удаленка, в общем-то, немного нарушает эту практику. То есть, вы об этом думали, или это такая тема, ну, а никто не спрашивает, не приходит, что заморачиваться на эту тему. Но мы, как только ограничения были сняты, мы все, что нужно, по максимуму перевели в офисы. Тем не менее, ну, я считаю, что удаленные подобные действия, ну, это действия в рамках форс-мажора. Тем более, что вывод был сотрудников на удаленку тоже не полностью. У нас же в смене не один человек. То есть, у нас несколько человек в смене. Да, могло быть, что там один удаленно работал, но в целом мониторинг с того места, которое требуется, осуществлялся. Спасибо. А скажи, вот еще такой вопрос. Операторы вообще любят опексную модель. И когда там продают свои услуги, они говорят, ребята, мы вам экономим, вы отказываетесь от капекса, переходите в опексную модель, предсказуемые финансовые потоки, это выгодно. Но при этом сок вы строите свой, и, собственно, строите его по капексной модели. Почему, например, вы не рассмотрели вариант аутсорсингового сока, который бы мог взять на себя все функции, которые нужны для мониторинга вашей инфраструктуры и так далее? Вот как ты вообще относишься к аутсорсингу сока? Хотя я понимаю, что ты предлагаешь, в том числе и услуги этого самого аутсорсингового сока. Ты правильно говоришь. Потому что операторы предпочитают опексную модель. Вы продаете или покупаете? Вот это главный вопрос. И почему мы не взяли какой-то сок на аутсорсинг? Потому что, когда мы начали строить этот сок, то, в принципе, о соке еще никто не говорил и очень мало даже думали. То есть, мы начали года, наверное, с 2005-го, вот сок в совокупности как процессы, технологии и люди, мы это все начали потихоньку строить, потихоньку начали все это объединять, по всей стране ставить свои щупальца, собирать информацию, собрали это все. Сначала были там некие разрозненные консоли, мониторинг, везде здесь что-то одно, здесь что-то другое. А потом поняли, нужно это централизовать. Взяли и централизовали, сделали инциденты. Подумали, отлично, можно там сделать еще инцидент-менеджмент, подружить с всекорпоративным инцидент-менеджментом и автоматически создавать инциденты. Тоже напоролись на очень интересную тему, что когда что-то зафалсило и тысячу инцидентов нагенерировалось в СИЭМ, это одно, а их вот эту всю тысячу закрывать в всекорпоративном инцидент-менеджменте – это другое. То есть мы потихоньку после того, как объединили, централизовали весь этот сбор, поняли, что ну да, собрали все, СИЭМ, правила, все дела, люди-то должны это обрабатывать, потому что оно-то сыпется, оно же само себя не решает. Поэтому сначала мы работали в режиме 8 на 5. В режиме 8 на 5 обрабатывали то, что у нас происходит, потом стали понимать, что ну не получается у нас уже в режиме 8 на 5. Надо как-то переходить на другой уровень, уже более серьезный сок создавать, то есть не 2-3 человека, а чтобы это было прямо отдельное подразделение. Собственно, создали такое подразделение, которое работает круглосуточно, и выполнив вот это все на инфраструктуре, которая исчисляется сотнями тысяч устройств, мы подумали, ну так а мы же это коммерциализировать можем спокойно. То есть у нас экспертизы столько накопилось, что прямо ее аж хочется монетизировать, и поэтому мы вышли на рынок. Поэтому тут даже вопроса не стояло, аутсорсинговый сок не аутсорсинговый. Кстати, значит ли это, что вы сейчас на самоокупаемости, или сок пока еще требует больше денег, чем вы зарабатываете на клиентах? Есть ли вообще у сока, который находится у вас внутри службы ИБ, вот это планы по монетизации, по зарабатыванию, то есть по сути своей полноценный бизнес-план, который с вас спрашивают за выполнение? Да, такой бизнес-план у нас есть, но как бы детали я его раскрывать не хотел бы. Понятно, да. Бизнес-план есть, там у меня есть соответствующие KPI, у моей команды есть соответствующие KPI, ну вот и все. А продают его, собственно, обычные сейлы МТС, которые там ходят по клиентам, продают корпоративные услуги? Да, продают его сейлы, при необходимости подключают выделенных специалистов, которые там им помогают, рассказывают, потому что да, ИБ-шные услуги-то они... Да, специфические. То есть, ну, по сути своей такой яркий пример, когда безопасность начинает превращаться из центра затрат в центр генерации прибыли, и там для сервисной компании это вполне себе модель, и она очень неплохая. Да. А вот ты упомянул про инциденты, что вы централизовали управление инцидентами, значит ли это, что сейчас у вас все инциденты валятся в некий общий сервис-деск, или все-таки у вас отдельный свой ARP для инцидента ФБ, а в общий сервис-деск оно не идет? Или наоборот, оно, может быть, какие-то инциденты приходят из сервис-деск, как в ваш ARP, и разбирается там отдельно? Мы централизовали именно в ARP ИБ-шные. То есть полностью централизовать его с инцидент-менеджментом айтишным у нас, как я уже говорил, был подход к снаряду, который потом нам пришлось разобрать, потому что он оказался довольно трудоемким в поддержании, поэтому при необходимости, когда мы видим, что какие-то инциденты ИБ стоит передать в сторону технических подразделений, мы это передаем, но это уже делается не автоматизированно через одно место, а там кнопочку нажал, улетело. А скажи, как ты борешься с обучением людей или с отсутствием в России нормальных курсов по обучению аналитиков соков? Это классно сформулировал, как ты борешься с обучением людей, что люди становятся умнее, как ты с этим борешься? На самом деле, я помню на заре, когда я пришел в одну из компаний, мне говорили, мы тебя обучим, а ты свалишь, поэтому мы тебя учить не будем, потому что ты сразу уйдешь в другую компанию, а в других там компаниях наоборот, говорили, мы будем вас учить, но сертификат заберем и запрем в сейф, а если вы уходите, вы должны будете нам компенсировать стоимость обучения. То есть, разные же подходы есть к тому, как обучать сотрудников и что с этим делать дальше. У меня подход такой, что самое основное обучение, которое сотрудник получает, это обучение в процессе работы, потому что, будем честными, не видел я таких случаев, когда человек, проработав сколько-то лет, ничего нового не узнал, даже сколько-то месяцев, ничего нового не узнал. Да, то есть, он, например, может знать, отлично знает, как работает та или иная технология, он там все сделал, он привнес свой реальный хороший вклад туда, но в ходе работы с этими технологиями, которые у нас, увидел нашу реализацию, он для себя понял, что, ага, оно может и так работать, значит, чтобы оно так работало, можно к нему еще такие-то меры прикрутить или, наоборот, обнаружил, что у нас, оказывается, такие меры реализуются, о которых он не знал, поэтому это основное обучение. Потом, да, естественно, в ходе вот этого обучения работы человек работает, работает и понимает, что, елки-палки, вот сталкиваюсь я с вот этим, с вот этим, с вот этим, а я в этом не сильно понимаю, ну, просто человек может быть отличный специалист в одной области, то есть, прям гуру, но он может, ну, немножко не понимать другую область в тех масштабах, которые нужны у нас в компании. В этом случае он либо заказывает себе обучение, ну, мы, естественно, там смотрим, что это не обучение, которое там несколько миллионов стоит, а обучение, которое ему подходит, которое ему действительно нужно, он обосновывает, что он работает с такими-то технологиями, это ему нужно. Плюс у нас есть периодически такие внутри команды, внутренние метапы, когда кто-то с чем-то поработал, там, наработал неплохую экспертизу, и у него там есть желание поделиться с остальными, а остальные понимают, что, ну, как бы нам бы это хотелось послушать, или даже наоборот, кому-то задают вопросы, то есть, когда у нас есть там своя специфика работы, там, на третью линию передают там по такому-то направлению такому специалисту, по такому-то такому, и вот смотрит он, ага, вот такие вопросы задают часто, в принципе, можно же всем рассказать, как это работает, чтобы ребята понимали, чтобы там быстрее принимали решение, не ждали, пока я им что-то отвечу, человек составляет там небольшую презентацию, какой-то там лифт-демо, что-то еще, собираемся, там, на часик-два, он показывает, ему задают вопросы и так далее, и причем это обучение, которое мы внутри проводим, оно, конечно, не слишком частое, но, на мой взгляд, оно одно из самых эффективных, потому что мы обучаем своих же людей тем вопросам, которые прям реально у них возникают. Если говорить о внешнем обучении, есть что-то, чтобы ты мог рекомендовать для аналитика СОКа, чему можно учиться, в России или еще где-то, то, что там must-have аналитик должен пройти? Must-have аналитик должен, он должен понимать, как минимум, сетевые технологии на уровне, то есть, я не говорю, чтобы он должен там четко себе в голове строить MPLS-ные сети или там SDN-ы по всем уровням раскладывать, но он должен понимать, как что включается в сеть, как это все работает на уровне фест-хоп, потом дальше, как эти фест-хопы приблизительно объединяются между собой. Он должен понимать, как работает операционная система, какого типа события она может генерировать, это понятно, то есть, это понимают все. Потом, как эти системы взаимосвязаны между собой, как эти системы взаимосвязываются с бизнес-процессами, которые собственно на этих системах построены. Потом, при желании, ведь SOC может в том числе и мониторить безопасность бизнес-процессов за счет того, что есть понимание, что там первый этап бизнес-процесса происходит в такой-то системе, на вход приходит такая-то информация, на выходе такая-то. Это все пишется в лог, и мы понимаем, что вот это лог нормальный, дальше второй этап переходит в такую-то систему, тоже на вход вот это, на выход вот это, тоже пишется в лог, при этом можно в плотной работе, конечно, с бизнес-подразделениями понять, что вот здесь у нас должно быть вот так на вход, вот так на выход, и в логе это вот так отображается, если здесь отклонение в такую-то сторону, это норма, это еще может быть отклонение допустимое, если отклонение в такую-то сторону недопустимое. Дальше на втором этапе то же самое, и можно, в том числе и перед этапами, что если оказывается вот здесь на выходе одна информация, а тут на входе другая, значит, где-то оно посередине модифицировалось, и где-то появилась какая-то еще система, которая в бизнес-процессе участвует, но которая не под мониторингом. Это все СОК делает у вас? Скажем так, я не скажу, что мы делаем это по абсолютно всему. Мы постоянно потихоньку во многие процессы вникаем. Если бы мы действительно сделали прям все, там бы что-то уже появилось, куда еще нам расти. Я думаю, мы никогда до совершенства не дойдем. Да ни один СОК не дойдет до совершенства, но будет всегда к нему идти. Просто то, что ты сейчас говоришь, процесс майнинг, это для СОКов космос-космос. Потому, что с кем бы я ни беседовал, пока мало кто говорит, что мы поднялись свыше прикладного уровня. Прикладного, причем на уровне именно обсека, а не на уровень прикладных процессов или бизнес-процессов. И большинство все мониторит либо инфраструктуру, либо хосты, приложения. А вот так, чтобы анализировать аномалии на уровне процессов в СОКе, это вообще редкость и редкость. И действительно, это такая крутая тема. Ну, у нас, скажу честно, у нас это тоже редкость. У нас таких процессов очень мало, но просто когда такая необходимость возникла, то есть, вот есть процесс, в нем есть вот такая дырка, ее нужно так решать. Собрались руководители, подумали, кто это может сделать. Посмотрели, проанализировали, это можно сделать средствами СОК. Но, естественно, при этом вот те люди, которые там, собственно, майнингом этих процессов занимаются, которые говорят, вот оно здесь так, здесь так. Те, кто поддерживает эти все системы, участвовали. Ну, там большое количество народа участвовало, причем, естественно, никто основную работу с них не снимал. Я помню, как мне приходилось драйвить, пинать другие подразделения, что ребят, вот давайте вот это сделаем. Но в итоге мы это сделали. А скажи, Андрей, вот некоторое время назад была такая тема, активно обсуждавшаяся в соцсетях, о том, что в одной компании, собственно, руководитель промониторил рабочее время сотрудников и, основываясь на этом, сделал вывод, что вот там есть половина бездельников, и их уволили там в одночасье. То есть, вот такой мониторинг и профайлинг сотрудников по отслеживанию того, сколько времени они тратят в корпоративных приложениях для решения каких-то бизнес-задач. Это может быть темой СОКа, либо это вообще не СОК, не безопасность, хотя вроде как и безопасность может быть инструментом для передачи этих данных в оперейшнс или в кадры, или руководству подразделений для оценки деятельности сотрудников. Или СОКу в эту тему лучше не влезать, потому что она может быть не очень этичная, ну и вообще там замараешься, потом не отмоешься. На мой взгляд, это не тема СОКа. То есть, СОК может изучать подобные вещи в плане того, что где-то кто-то не туда зашел и что-то не то подхватил, либо куда-то не туда зашел и что-то слил. Вот на эту тему, да, наверное, это безопасность, это СОК. Но в плане того, что как сотрудник тратит свое рабочее время, на мой взгляд, это все-таки в большей части ответственность руководителя. Потому что у меня есть сотрудники, которые работают не всегда в компьютере. У них есть задача ходить по встречам. Он в это время ничем корпоративным не пользуется. С точки зрения вот этого цифрового мониторинга, он в это время не делает ничего. Но я как руководитель понимаю, что вот он пошел туда, поговорил с тем-то. Я же могу из календаря взять информацию, что в это время у него была встреча, значит, он был занят. Да, да, можно из календаря. Конечно, тоже не все сотрудники себе в календаре это записывают, но я главное, я смотрю по результатам. Вот я сотруднику задачу поставил сделать вот это, вот это, к такому-то сроку показать мне такой результат. И, понятное дело, некий промежуточный контроль. Я вижу, что вот он делает, он продвигается, где нужно, там его направляю, где там нужны какие-то еще дополнительные ресурсы, привлекаю. В итоге он показывает результат. Если при этом он умудрился там несколько часов из работы, там, ну, как-то потратить по-личному, это, конечно, не слишком хорошо с его точки зрения. Ну, то есть, даже не с его точки зрения, а с такой этичной точки зрения. Потому что, по сути, время, которое ты на работе, это время, за которое, во время которого за тебя отвечает работодатель. Но я в этом особо критичных аспектов не вижу. Тем более, что у каждого бывает ситуация, трубу прорвало или что-то еще в рабочее время. Ну, что, скажешь, ну, все, у меня работа. Позвонишь начальнику, скажешь, слушай, начальник, можно я с дома поработаю на телефоне? У меня сейчас тут пришли люди, откачивают. Ну, и что, я скажу, нет, бросай все, езжай на работу? Он скажет, что он за начальник такой? Окей, нет, я просто уточнить мнение, потому что есть разные точки зрения на то, что там может ЭБ предоставлять как инструмент. И, наверное, последний вопрос, там, подходя к финалу нашей дискуссии сегодня, касательно машинного обучения в деятельности СОКа. То есть, вот видишь ли ты в этом перспективу, если да, применяешь ли сейчас в СОКе, или это пока только такой некий хайп-хайп, и реально там можно на статике сделать все то же самое и быстрее? Ну, скажем так, машинное обучение, у него перспектива есть в связи с тем, что источники данных для безопасности, они постоянно как-то растут, как-то меняются, модифицируются. Что там серверная часть, прикладная, сетевая часть, у них даже в некоторых случаях при переходе от версии к версии даже формат лога меняется, и потом то, что у тебя обрабатывалось по одним алгоритмам, тебе нужно вручную перелопачивать. И я вот вижу, что очень неплохое применение в СОКе, в этом случае машинное обучение могло бы принести в каком виде, то есть, оно собственно там смотрит, анализирует в каком виде какие данные приходят, и тут видит опаньки, новый формат логов. И у него есть некие зашитые свои алгоритмы о том, что, ага, наверное, у него разделители пробелы. Не, ерунда получилась. Не, наверное, у него разделители такие-то там, собрал-собрал, приблизительно как-то напарсил, и потом аларм. Эй, человек, посмотри, я тут напарсил, это вообще что такое? Человек смотрит, хо-хо, так это он, ребята у нас сетевики, циска, асана, циска, фаерпавер поменяли, ну, условно, да, или что-то еще. И теперь оно чуть-чуть по-другому писать начало. Интересно, так, это мы размечаем как фаерволы, ну и так далее. И система, а, все отлично. И дальше это уже обрабатывается по тем алгоритмам, которые фаерволы выполняют. Конечно, еще можно выше подняться, когда обрабатывается куча всех этих событий, обрабатывается, обрабатывается, берется, сопоставляется, потом говорится, слушай, человек, я тут увидел какие-то последовательности определенные. Вот, вот эти последовательности мы как разметим? Ну, это больше в процесс майнинге, в процесс майнингах используется вещь, но в целом можно и в безопасности посмотреть, ага, это процесс, ну, это, наверное, нормально. Или если здесь вот, он говорит, обычно я видел вот такие последовательности, а тут я видел вот такую последовательность. Честно говоря, еще вот такой системы столь умной, которая это умеет, не видел, но, наверное, было бы очень неплохо вот в этой плоскости тоже применять машинное обучение. Ну, вы пока на каком уровне применяете, если применяете? Ну, мы пока на уровне пилотирования. Уважаемые слушатели, мы подходим к концу в нашем свежевыжатом подкасте, посвященном сокам и грядущему сок-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. У меня в гостях был Андрей Дугин, начальник отдела обеспечения информационной безопасности компании МТС. Я надеюсь, вам понравился наш подкаст, вы получили там много дополнительной информации, полезной информации, каких-то инсайтов и сможете в рамках сок-форума задать вопросы Андрею более глубокие по тем вещам, которые мы сегодня рассмотрели. У вас есть возможность задавать свои вопросы во всех социальных сетях, в рамках которых публикуются анонсы о подкасте. Вы можете предлагать свои идеи, своих спикеров, которых вы хотели бы услышать, и мы, собственно, рассмотрим все ваши предложения. Большое спасибо вам и большое спасибо Андрей за то, что стал гостем нашего подкаста. Спасибо, Алексей, спасибо, коллеги. До свидания. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. Сок-форума 2021. Подробности по хэштегу сок-форум и на сайте сок-де-физ-форум.ру